Сегодня эксперты ООН обнародовали доклад о применении химического оружия в Сирии. Согласно документу, были рассмотрены 7 случаев химических атак, и в 5 из них действительно применялось запрещенное вооружение. Достоверность еще двух атак установить не удалось. При этом эксперты уклонились от ответа на вопрос, кто применял отравляющие вещества. Но пострадавшими названы солдаты правительственных войск и мирные жители. А в некоторых случаях указано, что во время атак были применены боеприпасы кустарного производства. Документ уже передан генеральному секретарю ООН и в ближайшие часы будет разослан членом Совета Безопасности. Между тем, в самой Сирии значительная часть вчерашних боевиков переходит на сторону правительства или пытается вернуться к мирной жизни. Это стало возможным в ходе амнистии, объявленной президентом Масадом. Она продлена до конца года, и под нее попадают не только дезертиры, но и сирийцы, оказавшиеся на стороне повстанцев. Вадим Фифилов передает из Сирии. На верхних этажах одного из высотных домов в пригороде Дамаска работают огневые наводчики. Идет обработка двух целей боевиков из тяжелых орудий. Самоходка, вы подъезжайте до угла. Танк тебя уже прикрывает. Но сначала обработайте цели с пулемета. Быстрее, быстрее, шевелись! Сирийские командиры, кажется, нарушают все привычные методы войны. Обычно за техникой идет пехота. Но это уличные бои, где противников разделяют всего лишь десятки метров. Тяжелая техника бьет с одной стороны, а спецназ заходит в кварталы совсем с другой. На языке армейцев этот метод называется свадьба, потому что он совпадает с местными традициями, когда невесту и жениха во время обряда заводят в дом с разных сторон. Накануне сирийской армии стало известно о планах мятежников, пользуясь снежной бурей, надвинувшись на Дамаск с четырех сторон зайти в столицу. Офицер-танкист Халет сообщает мне, что эти попытки провалились. Мы заметили, что они роют ночью тоннель через республиканскую трассу, чтобы обеспечить доставку боеприпасов отряду для нападения. Пока грохочут танки, поражая очередные цели, мы сложными путями добираемся до засекреченной базы сирийского МВД. Здесь проходят профессиональную переподготовку полицейские, бывшие дезертиры и мятежники. У каждого своя версия личной драмы. Когда начались бунты, бандиты просто высадили меня из рейса у автобуса и похитили. Через месяц мои родители заплатили огромный денежный выкуп, и боевики меня отпустили, взяв обещание, что я больше не пойду работать в полицию. Однако, мое место здесь. Руководство сообщает, что по каждому из них проводилось персональное судебное расследование, и теперь им снова доверяют. Цитата. Как родная семья верит случайно заблудшему сыну. Нельзя сказать, что они прямо воевали за бандитов. Скорее, они имели опосредованный контакт с ними. У них это получалось непроизвольно. Это уже четвертая амнистия за три года большой сирийской смуты. В Уголовном кодексе для полицейских дезертиров предусмотрено наказание. Девять месяцев тюрьмы. Впрочем, очевидно, есть и другие причины для их возвращения в строй. У многих убитый отец, мать или брата. Некоторые в этих столкновениях потеряли всю свою семью. Они возвращаются в строй не насильно, а добровольно. Скоро они снова получат в руки боевое оружие и займут свое место на блокпостах. Их ближайшее будущее – проверки на дорогах. Опасное занятие. Я заявляю тем государствам, которые поддерживают террористов в Сирии. Эта волна террора скоро откатится назад в ваши страны. Бандиты вернутся домой, и вы будете расплачиваться страшно за эту поддержку. Еще недавно, так или иначе, они имели отношение к анархии и беспорядкам. Теперь же на бегу по строгой команде снова и снова скандируют девиз сирийских правоохранительных органов. Искры, молния, гордость. Молния, искры, гордость. Владимир Ефилов, Александр Багичевский, телекомпания НТВ, Сирия.